Всем привет! Сегодня 16 июля в Московской области. Я убираю чеснок. Это чеснок Азимы, сорт Гулливер. Я посмотрела в прошлом году, уборка у меня была 20 июля. В этом году чуть по раньше, потому что очень сыро. Каждый день идут дожди. Сейчас 6 часов утра. Я вот вечером пробовала уже доставать головки. Хорошего качества чеснок. Самое время, в общем. Сейчас я это все быстро уберу. Грядка у меня небольшая, но потом дальше я вам покажу, что буду делать. Собственно говоря, я так делаю каждый год. Может, кому-то интересно будет посмотреть. Смотрите, какая головка чеснока. Нормальная, самое время. Все. Итак, легким движением рук собрала чеснок. Этот я высаживала из зубчиков. А этот чеснок для обновления семенного материала. Здесь однозубки, высаживались двузубки. В общем, вот так. Значит, что делаю дальше? Я чеснок мою. Делаю так каждый год. Значит, взяла два ведра с водой. Растворила фитоспорин. Это маточный раствор. Вот так, темно-коричневый цвет, чтобы был. И сейчас я чеснок этот буду мыть. there. И сейчас я делаю Это маточный салом. Это маточный отсуток. В общем, мы будем поделиться с водой. В общем, я очень México, на пустой однажды прийденный день, просто убери litter. Так, чеснок я помыла. Посмотрите, как он стал красивый. Это выращен из зубчика, а это из однозубки для обновления семенного материала. Смотрите, если вы так же, как и я, будете мыть чеснок, не забывайте воду менять периодически. Вот я ее поменяла раз 6 или 7, чтобы вода была чистая. Мне сейчас остается только убрать весь этот чеснок на просушку, на веранду, чтобы место было не солнечное, чтобы гулял ветер и чеснок хорошо просох. Просохать он у меня будет, наверное, недели 2-3, но я буду уже смотреть. И только тогда я буду обрезать верхушки, оставляю сантиметров 10 ножку, подрезаю вот эту бороду, оставляя сантиметра, может быть, 2-3. И все. Так, грядку, на которой рос чеснок, я уже подготовила. Значит, что сделала? Изначально здесь с осени, конечно, земля очень хорошая. Она рыхлая, пушистая. Поэтому чеснок я и не копаю, а просто выдергиваю. Ну, а сейчас я добавила, у меня было чуть больше полмешка листовой земли. Вот, я ее раскидала, слегка заделала в почву. Червей очень много в такой земле. Поэтому, чтобы было более-менее комфортно, я заложила тонкий слой скошенной травы. Вот сейчас покосила и закрыла, чтобы земля не пустовала, чтобы она не была голая. В принципе, можно уже через дней 5 уже сюда высаживать что угодно. Но я еще не решила, буду ли я сажать что-то. Да, и самое важное, я еще пролила фитоспорином. Сделала крепкий такой раствор и пролила. Ну, клейки, наверное, 4-5 я сюда вылила на эту грядку. Мульча будет задерживать влагу, червям будет хорошо. В общем, все отлично. Вкратце хочу вам показать, как я храню чеснок после сушки. Смотрите, вот сегодня я выкопала чеснок. Это сорт Булливер. Это крупная головка. Имеет 4 очень крупных зубчика. Может быть, иногда и 5, и 6 встречаться. Но, как правило, 4 крупных, а 5-6 они мелкие. Храню чеснок после сушки в картонной коробке. Сверху перестилаю газетой. Укладываю сюда уже сухой чеснок. Газета. Закрываю и храню на веранде. Это чеснок Булливер. Прошлогодний. Смотрите, как он сохранился. Вот у него 4 крупных зубчика. Смотрите, при надавливании он абсолютно плотный, то есть не сухой. Смотрите, видите, какой плотненький. Это, конечно, уже не крупный экземпляр. Мелкие пооставались. Но все же. Вот здесь трехзубка. Вот они, два очень крупных. Один маленький. Это семеноматериал. В прошлом году я выращивала. Видите, раскрываю. Вот так прекрасно он хранится. Вот он, видите, плотный, не мягкий, твердый. Кстати, я его сейчас вполне использую для закрутки огурцов и сезон огурцов. Вот он, чеснок этот. Прекрасно он идет в заготовке. Конечно, он сейчас, сами понимаете, он не супер сочный, но он и не мягкий. Сохранил и вкус, и остроту. Отличность чеснока. Ну, знаете, как? Успех в хранении чеснока, конечно, это вовремя его убрать. Хорошо просушить. И правильно заложить по ней, чтобы было темно, сухо. Вот так вот. Таким образом. На веранде расположился чеснок. Я так уже сушу несколько лет, лежа, то есть расстилаю толстый картон. Он хорошо впитывает излишки воды. И раскладываю чеснок. Каждый день подхожу и переворачиваю его просто. И вторая часть вот здесь сушится. Здесь нет прямых солнечных лучей, что очень хорошо. И открываю вот эти окна, двери и хороший сквозняк. Двери и хороший сквозняк получаются. Чеснок сушится отлично. Как я уже говорила, по мере высыхания, чтобы он наш так хрустел, вот это все высохнет, я тогда буду обрезать. Оставляю небольшую ножку и убираю слегка вот эту бороду. Подстригаю. Оставляю 2-3 сантиметра. Вот таким образом все отлично высушивается. Чеснок в общей сложности неплохой. Крупный, чистый. Одна головка всего лишь из всего урожая. Одна головка чуть подгнила. Но она хорошая, просто корешочки были подгнившие почему-то. А так отличный. Заболеваний нет. Все хорошо. Это сорт Гулливер. Друзья, у меня на сегодня все. Подписывайтесь в Телеграм-канал. Там есть видео, которые не выходят на Ютуб. Поговаривать Ютуб закроют. Поэтому приходите в Телеграм-канал, подписывайтесь. Я оставляю всегда ссылку в описании под этим видео. Нажимайте еще и там будет ссылка на подписку в Телеграм. Подписывайтесь, приходите. Я вам желаю всего самого хорошего. И всем пока.